Напомним, несколько лет назад состоялось объединение школ номер 15 и 17. Сейчас это два больших здания, где ежегодно проводятся ремонтные работы. В здании бывшей школы номер 17 обновляют спортивный зал, раздевалки и санузлы. Как отмечает сам подрядчик, в сроки уложиться не получается. Объясняют это различными дополнительными видами работ, которые были не запланированы. Например, такие, как замена радиаторов. В этом году в 17 школе на текстильщиков 10 были запланированы. Наша организация следующая работа – это ремонт классов физики и химии по программе «Точка роста». И в конце лета мы уже начали ремонт туалетов. На данном этапе разрешается ремонт туалета второго этажа, оттаженский туалет. После его завершения будем переходить на первый этаж, так как одновременно два туалета нам нельзя закрывать, потому что детям надо пользоваться. Как отметил глава района, в ходе осмотра помещений, в которых ведется ремонт, работы продвигаются крайне медленно. Подрядчик утверждает, что вся проблема в нехватке рабочих рук. Все полученные замечания строители пообещали устранить в ближайшее время. Сегодня посмотрели тот ход выполнения ремонта работы. Есть замечания подрядной организации, которые они сейчас должны полностью исправить. И, конечно же, по срокам, которые они срывают. Но я уверен, что подрядчик услышал нас и примет все исчерпывающие эти меры для того, чтобы быстро закончить данный вид работы, для того, чтобы закончить и, соответственно, сдать. Чтобы учебный процесс был удобен для детей, которые проходят обучение в этой школе. Приятным моментом посещения школы стала встреча с молодым специалистом – учителем-логопедом Любовью Мартыновой. Девушка родилась и выросла в городе Красавино. Изначально получила профессию инженера-строителя. Но всю жизнь мечтала работать с детьми. Поэтому получила второе образование по специальности учитель-логопед и вернулась в родную школу педагога. Также Любовь Григорьевна выполняет обязанности социального педагога. Работы много, признается Устюжанка. Но это ее совсем не пугает. Работать нравится. Чувствую, что это мое. Коллектив нравится. С директором достаточно хорошие отношения. Все пока устраивает. И кабинет устраивает. Все нравится. Также в ходе визита Александр Кузьмин посетил школьную столовую, где пообщался с поварами и заведующей столовой Ольгой Палачевой. По словам женщин, голодными от них никто не уходит. Блюда вкусные и разнообразные. Каждый день для учеников пекут булочки. Домашние, московские и даже со сгущенкой. Все хорошо у нас, все налажено. Питаются дети с 1-го, 4-й класс. 240 человек. Из них еще 17 человек питаются второй раз. Это ОВЗ дети. С 1-го, 4-й класс. А потом уже после, дети идут на кружки, и мы даем им булочку, еще и чай дополнительно. Это для них ура. Обновление летом этого года получила и дорога, ведущая в школу. К главе района обратились родители учеников, которые были неудовлетворены ее состоянием. Весной и осенью дорожное полотно представляло собой глубокие лужи и грязь. К 1-му сентября данный участок был заасфальтирован. Родители детей довольны, но уже есть некоторые пожелания. Мы очень рады, что у нас новый асфальт положен, что детям хоть есть где чисто ходить, но пожелание лежачего полицейского сделать, чтобы машины вот когда едут, не спешили. А то дети бегут со школы и машина едет. Куда хочешь детям девайся. Они же маленькие, бесшабашные, да? Да, ничего не думают. По словам главы района Александра Кузьмина, в перспективе запланировано на ближайшем градостроительном совете при губернаторе Вологодской области выйти с предложением о капитальном ремонте учебного заведения. Вопрос уже прорабатывается совместно с управлением образования.